В здании администрации Ленинского городского округа состоялось заседание рабочей группы по вопросам выбросов от деятельности АО «Москокс». В состав рабочей группы вошли представители депутатского корпуса, местных жителей, надзорных ведомств, администрации городского округа, общественных объединений. ОО «Москокс» – одно из старейших предприятий округа, благодаря которому появился город «Видное». Несмотря на постоянное обновление оборудования и сейчас поступают жалобы на выбросы завода, на рабочей группе представители ОО «Москокс» представили на обсуждение план природоохранных мероприятий, запланированных к реализации до 2025 года включительно. Около 500 миллионов рублей компания «Москокс» планирует израсходовать или вложить в свое предприятие в целях обеспечения экологической безопасности. Директор ГБУ «Мособлэкомониторинг» Константин Малащук рассказал о том, что на территории округа будут установлены два стационарных поста мониторинга состояния атмосферного воздуха – на территории ЖК «Зеленая аллея» и в микрорайоне Купеленка. Речь идет о реализации пунктов соглашения между Москвой и Московской областью о взаимодействии в сфере экологии. Эти два поста принадлежат МОС «Экомониторингу». Тут не надо заблуждаться. Они в рамках этого соглашения будут установлены. В принципе, они будут установлены, я считаю, уже где-то в июле. Сейчас министерством отрабатываются с Минимущества Московской области вопросы по размещению и подключению. Как я уже сказал, где-то к июлю мы планируем, что в первую очередь в Видном, мы будем просить именно на этом направлении ускориться, эти посты будут стоять два. В настоящий момент прорабатывается вопрос о приобретении и установке еще двух таких постов в поселке Совхоза имени Ленина и в селе Месайлова. Также на рабочей группе озвучили мероприятие по выявлению и привлечению к ответственности предприятий Видновской промзоны, уклоняющихся от постановки на государственный учет в качестве объектов негативного воздействия на окружающую среду.